Сенатор от Ненецкого округа Вадим Тюльпанов обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с предложением пересмотреть порядок начисления выплат при получении больничных листов, если человек заболел гриппом или другим опасным инфекционным заболеванием. Стопроцентная компенсация даст возможность гражданам полноценно пройти лечение и не разносить инфекцию, перенося болезнь на ногах. В обращении к вице-премьеру Вадим Тюльпанов отмечает, что действующее в стране законодательство ограничивает выплаты в случае временной нетрудоспособности. Выход на больничные снижает доходы работника как минимум на треть. Однако острая эпидемиологическая ситуация, сложившаяся сегодня во многих регионах России и имеющая тенденцию к ежегодному повторению, диктует изменение сформировавшуюся правовую схему и страховую практику, отметил Вадим Тюльпанов. Необходимо увеличить сумму выплат за больничные дни, что станет стимулом для заразившихся граждан соблюдать правила карантина и не переносить болезнь в офис, транспорт, общественные места, а принимать лечение на дому или в стационаре. Это положительно скажется и на непосредственно их здоровье, и на здоровье окружающих. Особый порядок оплаты стопроцентного больничного листа сенатор предлагает распространить на людей с заразившимися инфекционными заболеваниями при сроке больничного до 10 дней в год, вне зависимости от трудового стажа. Данную инициативу уже поддержали окружные депутаты. Этот вопрос был предложен департаменту, департамент отнесся с пониманием, и они будут над этой темой работать, и вполне возможно, что мы все-таки пойдем в ногу с мнением нашего сенатора. Потому что на сегодняшний день вот та сумма, которая оплачивается, конечно, она за счет АФОМПСа недостаточная. Люди теряют заработки, не желая заболеть, они заболели, люди серьезно теряют заработки. И на сегодняшний день ведь в каждой семье этот вопрос решается по-разному. Если есть вот как раз ситуация, когда надо жилы с себя тянуть, чтобы детям помогать, люди идут на работу, конечно, и люди идут на работу. А если один родитель, это вообще ситуация получается безвыходная. По словам Татьяны Бадьян, такие выплаты по больничным листам необходимо ввести в экстренных ситуациях, когда речь идет об эпидемиях гриппа, ОРВИ и другими опасными инфекционными заболеваниями. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал «Север».